Дмитрий Медведев после послания президента федеральному собранию заявил, что правительство России в полном составе уходит в отставку. Эта новость буквально взбудоражила общественность. Политологи один за другим начали выдвигать версии, кто может стать вероятным преемником Дмитрия Медведева на посту премьер-министра. Имя в итоге назвал президент, это руководитель федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Обсудим отставку правительства с нашим гостем в студии политолог Дмитрий Ильин. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Дмитрий Владимирович, как считаете, насколько ожидаема была отставка правительства? Думаю, Владимир Владимирович за 20 лет правления уже успел приучить нас всех к тому, что отставки правительства посередине срока всегда неожиданны. Тут он одновременно оригинален и не изменяет себе. А к чему это в итоге приводит? Как показывает время и в данном случае, как думаете, к чему это все приведет? Думаю, прогнозировать детали курса нового правительства пока дело неблагодарное. Потому что мы, по крайней мере, не знаем даже новый кадровый состав правительства. Хорошо, новый премьер, но новый премьер это глава команды. Могут и остаться и прежние министры в новом составе, так бывает? Конечно, я думаю, что как раз основной костяк прежнего состава правительства сохранит свои посты. А как вы считаете новый кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин, как вы его видите на этом посту? Почему именно эта кандидатура анализировали? Ну, я думаю, так. Когда возникает вот такая ситуация, совершенно неизвестный широкой публике человек занимает второй пост в государстве, то тут... Это обычно приводит к президентству? Не всегда, не всегда. Потому что один сценарий, условно, имени Путина, да, это когда вот как чертик из табакерки человек возникает и действительно идет к вершине политического олимпа и становится первым. Другой вариант, и мне кажется, он тут более очевиден, более читается, это вариант, условно, имени Фрадкова и Зубкова. Потому что вот один в один ситуации были, что в 2004 году, что в 2007. Неожиданно, ну, видимо, со своей мотивацией. Вот тоже неизвестный широкой публике человек. Фрадков, кстати, тоже налоговик был. Вот становится главой правительства и, назовем так, картины не портит, но при этом не является самостоятельной политической фигурой. Вот такого действительно федерального масштаба. Вот я ставлю пока на второй вариант, но поживем-увидим. А к чему, собственно говоря, были все эти изменения? То есть какие-то были предпосылки в экономическом смысле, в политическом, для того, чтобы поменять правительство? Ну, я думаю, отставку, состоявшуюся вчера, нужно рассматривать в неразрывной связи с посланием президента федеральному собранию. И в том числе с объявленной серией возможных конституционных реформ, в числе которых в том числе подразумевается усиление, назовем так, контролирующей и кадровой функции федерального собрания в отношении правительства. Как вы относитесь к тому, что Путин предложил наделить Госдуму большими полномочиями? Нужно это нам, в стране? Насколько мне известно, там они будут выбирать, Дума будет решать, кто будет руководить правительством. Ну, новый термин, утверждение премьер-министра, заместителей, федеральных министров, но все равно решающее слово будет за президентом оставаться. Это прямо глава государства сказал в послании вчерашнем. Поэтому, скажем так, система изменится, безусловно, изменятся некоторые акценты в распределении реальной власти на нашем политическом олимпе. Но я думаю, что это произведено как раз в контексте проблемы 2024 года и окончания президентского срока Владимира Путина. Ну, не секрет, что наша политическая система, она очень сильно заточена на одного человека. И тут, опять же, дело не только в Путине. И при Ельцине все было во многом заточено на Ельцина, и далее, еще при царях и при генсеках. Вот, здесь, я думаю, начинается некий, вот, этой серии конституционных реформ возможных, некий переходный период, который будет нацелен на то, чтобы, а, политическая система в меньшей степени зависела от воли, склонностей. Одного человека. Да, одного человека. Вот, и вот этот переход власти, он оказался таким не лавинообразным, а максимально плавным и безболезненным для элит, для государства, для общества, в конце концов. А Путин не уверен, что он передаст, получается, власть в надежные руки? Вот, ну, как показывает практика, надежные руки всегда найдутся. Другое дело, что, думаю, Владимир Владимирович сам понимает, что, я, наверное, сейчас страшные слова скажу, но он не вечен. Да, и, условно говоря, контролировать преемника до скончания времен или преемников, он не сможет чисто физически. Вот, но при этом, думаю, он осознает такую простую истину, и, в общем-то, это было отражено косвенно в послании, что, в конце концов, не должно быть ручного управления нашим огромным государством. Да, чтобы условную дырку в крыше детского сада ремонтников посылал заделывать президент. Должна быть система. Наше время, к сожалению, ограничено. Спасибо большое за ваше мнение, за то, что пришли, ответили на вопросы, ну, а мы продолжаем. Спасибо.